Метет, конечно, сегодня огонь. Я и так водитель-бояка. Вот на этой горке классно на плюшке кататься. Там вон уже огородили. Полно народа. Ёлку поставили! Все, не надо, боже, я... Девочки, хотела вам показать две свои любимые книжки. Самые любимые. Мне нравится просто даже их листать. Смотрите, ну это просто сказка какая-то. Особенно вдалеке. Метет, конечно, сегодня огонь. Я и так водитель-бояка. А тут еще погодка такая распрекрасная. Сейчас потихонечку доедем. Я тут 40 км в час, не больше. Так, мы вот здесь оставим машинку. Чтобы далеко не заезжать. Нам сегодня еще посылочка пришла. Смотрите, какие ноготочки сделала. Красиво, да? А, что это такое? Это что такое? Что такое? Пап! Это твоя посылка? Ну-ка, бросилай. Осторожно, осторожно, осторожно. А, это фотоэпилятор мне пришел. Смотри, как быстро, да? Ты думал, тебе опять маквин? Или уже маквин пришел? Кстати, где твой маквин? Маквин? Да. Маквин? Вот она, смотрите, какой маквин. Железная машинка. Металлическая она. Такую обжелезную дорогу не разобьешь, Кук. Это тебе не пластиковая. Так, фотоэпилятор. Что это нужно? Это для всей нашей семьи. Я имею в виду женскую ее половину. Нет, вот здесь видишь? Аккуратно. Так. Ну, понятно, это надо сначала инструкцию изучить, а потом уже пользоваться. Это для чего? Это? Волосы удалять лишнее. Ты похож на своего героя, Кук. Здесь что, жарко? Может, джинсики-то снимем? Нет. Ну, я понимаю, что ты круто выглядишь в джинсах, но надо снять. Ну все, давайте убирайте этот пакетик еще. Я не миссия. Ну, кстати, да, из коробки можно что-нибудь сделать. Нет, ты положи, я пока не буду все почитать. Девочки, машина у нас с нашими стройматериалами заехать не может. Так, ну, на подъем вот это. Так, положи, я потом в помои. Сейчас пацаны и Олежек пойдут помогать. Не знаю, как ему заехать. А я вот везде заехала. Кто заехал? Да вон там, видишь машину? Нет, я не вижу. Ну, ты потому что маленький отсюда не видишь. Машина не может заехать. Все спускается вниз туда. Понятно, все снизу. Помощники вышли. О, все. Арбейтен. Папа, видать, им сказал почистить. Прикольно, на улице. Машину только надо помочь. А то мы это что-то помыли, на один день хватило. Наша Бонечка. Кука, ты привет всем говорила же? Нет. Ну, давай, говори. Привет. А почему сегодня такой стеснительный? Я хочу по себе покататься. Покататься хочешь? Ну, вот снега сейчас много нападает. И поедем с тобой кататься. Мам, это не видно не совсем. Совсем то есть не видно. Вот так видно. Мы сейчас в Сызране съездим по делам. Хотели с детьми покататься, но если успеем. Да-да, тебе тоже привет. Папа, сегодня столько снега. И он такой влажный. И у нас он к дворникам все поприлипало. Если будет еще светло, то покатаемся еще одну еще куклу. Пока. Метет очень сильно. Сейчас было открытое пространство прям на трассе. И там прям такой, как вихрь. Упасно-опасно все едут. По трассе все едут сколько? 60? 70 по трассе едут. Это потише. На трассе все время метель, да? Там ветер, вьюга какая-нибудь там завывает. Или туман, смотря в какое время года. А к нам в октябрь спускаешься, тишина. Ничего не происходит. Даже у погоды ничего не происходит. Вот на этой горке классно на плюшке кататься. Там вон уже огородили. Полно народа. Елку поставили. Нифига себе, я даже не видела. Скоро наряжать будет. Кук, а мы когда будем елку наряжать? Мы не знаем. Ой, что у нас везде есть? Верем не завтра. Не знаю, Кук, надо подумать. Это вот у нас центральная улица. Спасибо. 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 Вон там аллея. Приехали, Кук. Что-то у нас вороны... Эй, не, черта не видно, аж все равно. Как в Гарри Поттере. Да, Кук? Карр, карр. Пойдем. Вот так вот, Кук. Время только шестой час, а уже темно. Только ножки отряхивала, ладно? О, уже чистим. Разогрела гуляшку. Кук, с чем гуляш-то? С гречкой? Нет. Так, еще есть рис. С рисом, может? Нет. Нет? Точно? Что с глазами? Тетя с глазюками? Такие босые-босые. Так, надо только папа сейчас с Никитой дождаться. Они там снег чистят. Снег так идет. Не прекращается. Ну, сейчас дождемся, будем кушать. Себе гречку с овощами сделала. У меня, кстати, сковородка, это очень хорошая сковородка. Она мне прям безумно нравится. Но она у меня без крышки шла. А крышек такого диаметра у меня нет. Поэтому у меня, получается, крышки все 26 сантиметров в диаметре, а сковородка 28. Надо отдельно купить, а я все забываю про это. Сижу, инструкцию изучаю от эпилятора. Выложила фотку. Смотрите, какой он красивый. Семейный. Да ты тоже красивый. Со мной. Да, с тобой. Выложила в группу в семейную в Вайбере фотку эпилятора этого фотоэпилятора. И пишу своим сестрам. Там у меня сестры, румянецы. Пишу. Девочки, фотоэпилятор мне пришел. И Машенька первая наша пишет. Я первая. Машенька наша, помню, ездила в Тольятти. На не фотоэпиляцию, а на лазерную эпиляцию. Что-то не очень она довольна результатом осталась. Хотя цена такая была за процедуру, по-моему, тысячи три. Вот как-нибудь в ней в гости поеду и будем пробовать. Не, я не прокачиваюсь. Здесь не расчищено. Давай-давай-давай, отталкивайся. Кук, не локти? Я боюсь. Можно меня прокатить? Я хочу так. Погоди, Даня. Давай. Только еще сильнее. Никита, удержись. Сможешь хоть и не сильно. Держись, сынок. Я не смысл, мне прям все будет. Пингвинчики. Ну, ты где там? Погодите. Погодили тебя, погодили. Давай. Ага. Ну, удачи тебе. Чего? Я же тебе сказала, варежки надо одеть. Где варежки? В кармане? Ну, давай, вставай, будем одевать. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Кружим. Да. А что ж там? А что? А меня попробуй, я хочу, чтобы меня навидят. Давай-давай. Ты уже летел. Да нет, я все, я буду сражаться. А меня покатайте. Покатай меня, большая черепаха. Сынок, держись. Сынок, держись. Сейчас будет брата и тетябук. Пап. Папочка, нет, я-то. Все, я хочу. Все, не надо, боже, я. А я хочу. Заберите самокат. Заберите самокат. Кто-нибудь, заберите самокат. Пойдемте туда, на горку. Кук, ну ты даешь, как молния. Давай-то смотри. А прокачи меня. Кирюш, надо шапку поправить. Девочки, хотела вам показать две свои любимые книжки. Самые любимые. Мне нравится просто даже их листать. Это книжка моей мамы. Это моя мама себе покупала. Это книжка 92-го года. Не такая уж, конечно, старая, но здесь собраны старенькие рецепты различные. Здесь не только вот рецепты. Здесь, видите, расписание для желудка, рациональное питание. В общем, все о русской пище. И помните, я еще в одном из видео говорила про курник, который делала моя мама. Настоящий русский курник. Вот это из этой книжки рецепт. Сейчас мы до него дойдем. Ну, здесь про жиры, углеводы. Я раньше очень любила все это вот читать. Но я это уже все знаю. Вот. Мне очень нравились фотографии. Мне очень нравились вот такие вот картинки. Камин, смотрите, какой. Вот фотографии вот такие вот старые. Уличные торговцы. В общем, здесь очень много рецептов. Растягай. Несколько видов. Видите, несколько рецептов. Вот курник как раз открыл. Вот как раз этот рецепт курник свадебный. Вот здесь с блинчиками он идет. С фаршем, с грибами. Где-то здесь про грибы еще. Вот свежие грибы. Мы с вами его как-нибудь сделаем. Вот какой должен получиться. Ну, своего рода слоеный пирог. Но он очень вкусный. Это вкус детства. Тут еще вот всякий курник. И рисовый курник есть. Ватрушки, как делать. Очень хорошая книжка. Как правильно выбирать рыбу, мясо. Тоже тут такие советы дают. Овощи тоже. Про овощи. Про грибы тоже грибные блюда. Из картошки блюда. В общем, самые такие распространенные блюда, распространенные рецепты, которые использовали наши бабушки еще. И, ну, это потом, наверное, может, как-нибудь поподробнее я сниму в видео. Ух, а... Кто такое слово помнит? А крошка-то их понятна. А ботвинья. Вот я только в этой книжке первый раз вообще такое слово почитала. Ну, свекольник, как понятно, знаю. Холодник. И еще вот такая вот книжка. Советские торты. Эту книжку я приобрела относительно недавно. В апреле или в марте месяце. Но сначала-то меня привлекло слово название. Покупала я в интернет-магазине. Я очень много книг, кстати, купила в интернет-магазине. Шрифт мне особенно нравится. Советский. Вот. Здесь, чем мне понравилась эта книга, здесь очень много фотографий именно с советского времени. И здесь еще такие вот вкладыши с рецептами, как у наших мам, у наших бабушек были. У меня у свекрови до сих пор вот есть вот такая вот папка толстая. Там у нее всякие вырезки из журналов, из журнала работница, крестьянка. Очень много рецептов у нее. Так, торт, полет. Вообще все, что касается советского времени, прошлого, мне все это очень нравится. Все, что касается истории нашей. Не зря я люблю исторические сериалы. Я просто обожаю их смотреть. Сейчас, в данный момент, я смотрю, ну, редко, но смотрю хотя бы по полсерии, Кровавая барыня про Салтычиху. Такой вот сериал смотрю. Это у меня просто раз уж сегодня у меня день ничего не делания, я с вами решила поделиться. Вот такие вот старые записи же у всех были, у наших мам. Ну, в общем, тут много надо листать. Очень содержательная книжка. Мне вот просто нравится ее листать. Просто нравится смотреть на фотки. Меренги, безе. Торт Наполеон. Кстати, у нас Никита тоже, наверное, меня пошел. Он тоже любит все раритетное. Прослоеное тесто. Здесь, видите, тоже советы дают. Торт с майонезом. Мегретенок. И оформляли, видите, как по простенькому. То есть, не было ничего фееричного, как сейчас. И довольны были люди. В детстве медовик, Наполеон, вообще просто посыпанный крошкой. Это был вообще лучший торт. А если еще мама сделает такие розочки. Из теста она делала еще такие розочки с тоненькими лепестками. Лепестки отдельно выпекала в духовке. И потом собирала это все в одну розочку. Вообще это было шедеврально. Ну все. Потом покайфую. Я, наверное, отдельно, может быть, сниму. У меня вообще очень много книг. Как-то я даже в Инстаграм фотку такую выставляла. Все свои книжки выложила. То есть, и известных современных авторов книги есть. Ну, я люблю книги. Вот больше даже, чем просто смотреть видео. Ирония судьбы какая-то. Сама снимаю кулинарные видео. Но люблю больше книжки кулинарные. Про историю хотела еще добавить. Я историю, в принципе, любила всегда. Я даже в школе после девятого класса писала реферат. Очень большой такой, содержательная очень работа была у меня. Очень много времени в библиотеке я провела. Я собирала информацию по теме убийства царской семьи. Семьи Николая Второго именно. И почему-то меня всегда привлекали именно времена Екатерины Второй, Петра Первого. Вот именно дореволюционные времена. Мне всегда нравились. Мне нравились костюмы. У женщин платье такие шикарные. С фижмами. Поэтому я сейчас смотрю эти сериалы исторические. И мне прям нравится все это. Нравится эта эпоха. Особенно если хороший сериал. То есть хорошо играют актеры. Это вообще одно удовольствие получаешь. Также я смотрю еще тоже, когда есть время перед сном обычно. Ну вы, наверное, тоже многие перед сном вот смотрите. Вот я ложусь спать и у меня вот как вот снотворное для меня. Я вот включила, чуть-чуть посмотрела. Чувствую уже глаза закрываются. Значит все, уже хоррэ. Еще смотрю из блогеров, ну из коллег, девочек, домохозяек, которые просто так же снимают свою вот обычную жизнь. Мне очень нравится Вика Дорошенко. Вот это единственный блогер. Единственная мамочка, которую я смотрю. Она мне очень близка. Именно, наверное, по духу. То есть вот она такая же, как я. Вот она простая, без заморочек, не выпендривается, без пафоса, без какого-то вот этого излишнего. Для чего это все нужно, я не понимаю. Наконец-то перестали писать гадости. Все чинно, благородно, как я и хотела. Своего рода женский клуб такой. Вот в комментариях я стала с удовольствием читать комментарии. Раньше я даже иногда побаивалась. Думаю, не дай бог я сейчас что-нибудь опять прочитаю. Какой-нибудь негатив. Это все опять у меня там в мозгах начнет что-нибудь вертеться, крутиться. Вот, сейчас с удовольствием читаю комментарии, по возможности отвечаю. Ну, не на все, конечно, получается отвечать, но ничего страшного. Вот, буду постепенно в видео давать ответы на ваши вопросы. Сынок. У меня даже Олежек сейчас говорит. Я что-то его тут на днях, ну, что-то задолбала какими-то вопросами. Он так молчал-молчал, говорит, иди с девочками пообщайся, иди включи камеру. Вообще, как-то так плавно получилось. Все вошло в то русло, которое мне нравится, в которое я хотела попасть. Спокойная семейная размеренная жизнь. То есть я занимаюсь любимым делом. Захотела вот торт какой-то сделать, сделала его, оформила на свое усмотрение. Никто мне ничего не указывает. Мне сестра пришла. Я с вами тут разговариваю. Мне как раз сестра пришла, Леночка моя. Ты хочешь меня показать? Здравствуйте. Это моя средняя сестра. Здравствуйте. Царь. Здравствуйте. Ну все, всем пока. Мы поехали в Сызрань, ветеринар. Смотрите, какие красивые деревья. Сейчас. Мальчишки вам привет передают. И вот тут у нас бедолага. Горяется. В сумке. В своем домике едем. В больничку. Сейчас прививку сделают, еще нормальная будет. А, вот все, там Сызрань на ладони с этой горы, когда едешь. В тумане еще не едем. В тумане? Ну зато посидим. Хоржик, давай уж байки прилягим. Не, уже нормально ездит. Мы по чуть-чуть, каждый раз его ввозили вот в этой сумке. Специальная его сумка. То к бабушке с ним поедем. Вот он понемножку, понемножку привык уже к машине. И уже нормально сидит. Он может там заснуть даже в этой сумке. Сидит, вон на дорогу смотрит. Все ты, маленький мой. Все, сделали прививочку нашему коржику. У него паспорт. Все отметили. Все нормально. Ты в шоке? Все хорошо. Все, едем домой. Мы дольше ехали. Очень хорошая ветеринарная клиника на Мангаре. Серебряный скальпель называется. Мы там и операцию мы делали. Кастрацию. И прививочки все сюда ездим. И Альф у нас тоже сюда ездит. Вот уже мы въезжаем в Октябрьск. Но только мы сейчас въезжаем на первом спуске. Вот от Сызрани. Это первый спуск. Здесь, видите, более так Волгу. Видно. Опа, Владика. Хорошо. Скоро. Да? Да. Да, здесь у нас рядышком живут. Берут теньки наши, племянники. Владик с Колей. Да, тетя Виолетта в этом районе живут. Детя Денис. Почему тут это? Пошел. Отвезли мы Коржика домой. И дети у бабушки остались у нас. А мы вот в спортмастер опять приехали. Сюда же на Мангару. Все зрели. Только здесь перепарковаться что-то негде. Пацаны, короче, там не захотели. Сказали, ой, это опять магазин. Это опять очень долго. О, как раз до эвакуатуры приехали. Кого-то забирать. Хорошо, что мы там не поставили машину. Все, папа, пойдем? Вон она. Наша точно нормально стоит? Там знака никакого не было? Почти нет. Опасно здесь. Ну там же знака не было, где мы поставили. Молодой, что это опасно. Так, я хотела варежки пацанам посмотреть. У нас там остались бонусные баллы. Ну, короче, 2000 рублей вот бонусно. Я хочу вот им какие-нибудь перчатки, либо варежки. Вот и все, кого-то забирает. У нас, помнишь, тоже, пап, была такая история? Тоже оставили. Потом подходим, а у нас уже машина в воздухе висит. Выбирает ее. Мы там знак не заметили. У нас, помнишь, тоже. У нас, помнишь. 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 У нас, помнишь.